Республиканской партийной верхушке стоило бы как раз, так сказать, всячески продвигать Пенс, потому что он бы мог удовлетворить как раз интересы сомневающегося электората. Как вы считаете, есть ли у Пенса хоть какие-либо шансы соперничать с Трампом сейчас? Пока, похоже, нет. У него там какие-то 6%, и, в общем, все выглядит так, что Пенс где-то делает, я не знаю, может, по двум причинам. Причина номер 1 – книжку какую-то продать, у него есть какие-то мемуары, если ты кандидат в президенты, книжка лучше продается. Причина номер 2 – довольно часто политики потом работают этими политическими аналитиками на разных телеканалах, а если ты можешь добавить свое резюме, что ты там кандидат в президенты, ну, зарплату тебе прибавят. Ну, то есть вот какие-то такие причины. Может быть, причина сугубо мужская, потому что, ну, на самом-то деле, эти сторонники Трампа говорили, мы сейчас хотим повесить этого Пенса. Конечно, я как раз хотела вспомнить ту историю. Да, и он там где-то прятался в каких-то подвалах. И при том Трамп тогда сказал, делайте то, что вы должны делать. И, в общем, даже за это там сейчас как раз подтягивает, скажем так, Трампа к ответственности, потому что, в принципе, это призыв к насилию, можно расценивать это так. Да, поэтому со стороны Пенса я бы, ну, не знаю, ну, просто для интереса попробовал надрать задницу этому своему бывшему начальнику. Как вы считаете, а возможен ли в дальнейшем какой-то альянс между Трампом и Пенсом? Потому что все-таки и тот же самый Пенс, несмотря на вот эту вот такую заваруху, да, и разногласия во время штурма Капитолия 6 января, тем не менее, Пенс первым вступился за Трампа, когда ему были предъявлены уголовные обвинения. И плюс он не перестает все время называть администрацией Трампа Пенса. Как вы считаете, возможно ли какое-то еще, какое-то совместное, так сказать, творчество между Трампом и Пенсом? Я думаю, это невозможно обоюдно, поскольку и Трамп уже высказывался по поводу Пенса. Пенс хотя бы прямую не атаковал, но, я не знаю, это нужно быть каким-то абсолютным, я не знаю, каким словом, кукол, что ли, я не знаю, каким словом употребить, чтобы человек после всего, что с ним сделал Трамп, снова идти к нему вице-президентом, поэтому я не думаю, что какое-то сотрудничество возможно. Ну что ж, я не буду разъяснять нашим зрителям, что такое кукол, да, я думаю, что те, кто захотят пороться в интернете и найдут определение. Спасибо большое, Сергей Костяев был с нами, преподаватель политологии.